Культпоход Культпоход К нам приезжает в гости театр из Нижнего Новгорода Об этом мы тоже будем говорить Так что вот, выбирайте, с чего начать И премьерный спектакль готовится, насколько я понимаю Об этом тоже будем говорить И не один Да, телефончики можно выключить Выключили С Нового года будем начинать Ну с чего начнем? Или с коронавируса А что с коронавирусом началось? Мы живем с этим коронавирусом Как вся страна, как мишня Живем достаточно давно, с марта месяца Поэтому Вот Мы как-то уже начинаем привыкать На самом деле Непростая ситуация И в театре была непростая ситуация Мы вынуждены были В октябре закрываться На карантинные мероприятия Но официально нам разрешили Работать с 15 сентября Чем собственно мы и занимались Мы репетировали, мы играли, мы готовили премьеры Мы не выпали практически не на один день из жизни Скажем так Мы рады, что у нас сегодня есть возможность выходить на сцену Встречать нашего любимого зрителя Слава Богу, что у нас есть возможность Ну хотя бы 50% Но иметь наполняемость залов В сегодняшнее время это достаточно сложно На самом деле Я анализирую ситуацию по Скажем так По количеству проданных билетов Мы видим где-то в районе там 33-35% заполняемость Есть проблемы в том смысле Что не все люди все-таки По-русски говоря боятся Ну я правильно понимаю, опасаются зрители Просто по нашему культу походу Слушай, у нас обычные билеты Вот куда-то в театры, в кино Они разлетались мгновенно Сейчас я смотрю выбирают больше книги Это понятно Мы сегодня Ну я наверное хочу сказать Сегодня в первую очередь о том Что учреждение, драматический театр Выполняет все рекомендации Роспотребнадзора Мы дезинфицируем наше помещение Мы купили оборудование Которое позволяет после спектакля Проводить дезинфекцию В большом зрительном зале В фойе Где мы встречаем людей Мы встречаемся с масками Если кто-то забыл Мы нашего зрителя обеспечим У нас работают дезинфекторы Мы проверяем температуру Я не знаю, конечно Может быть кому-то покажется Что это Ну наверное такая стандартная Уже сегодня процедура Но мы И сегодня пользуясь случаем Я все-таки хочу Нашего зрителя Пригласить На наши спектакли Сейчас мы поговорим Что мы готовим К чему мы готовимся Ну в какой-то степени Я думаю, что Мы обеспечим безопасность Нашему зрителю И собственно говоря Мы максимально Работаем в этом направлении Ну это то, что касается Вот пандемии Чтобы закрыть эту историю Хотя, наверное В разговоре Могут еще какие-то вопросы возникать Но еще раз повторюсь Мы с этим живем Мы живем и работаем И по большому счету Те функции, которые театр должен выполнять Мы выполняем в полном объеме Практически в полном объеме За исключением Там шахматной рассадки И 50% наполненности зала У меня знаете какой вопрос Ну обычно все-таки под Новый год Ну и в театрах Ставятся какие-то программы Ну детские, понятно Мы к ним еще попозже немножечко обратимся Но вот взрослые Там да Какие-то новогодние представления и прочее Это все будет Это уже попозже сделаем Сейчас поговорим об этом Сейчас поговорим Мы готовимся Мы готовимся Мы готовимся И готовы об этом тоже разговаривать Отлично Так давайте разговариваем Мы сегодня Вот тут Пока до вас дошли Мы с Евгением Юрьевичем Роли тоже расписали Срежиссировали Нашу историю Художественный руководитель Поговорит о творческих Если какие-то вопросы Было такого административно-управленческого Я готов Потому что есть на самом деле Что сказать Я вот с чего хотел начать Значит Те, которые Зрители Наши Бывшие потенциальные И вообще наши дорогие Что называется Кировчане Мы работаем Я хочу это Акцентировать на этой деле Потому что есть Какая-то часть публики Которая Не знает Что работают театры И кинок Просто вот Так получилось Не знаю Мы работаем Приходите Потому что На мое удивление Я человек все равно Значит Где-то Творческий В чем-то И поэтому Для меня Удивлением Является Ежедневное Когда Дисциплинированные Кировчане Садятся В шахматном Порядке Все смотрят Спектакль Не снимая Масок Для меня Это просто Некое Культурное Потрясение Я помню Раньше Проблемой Было Как-то Научить Всех Мобильные Телефоны Отключать Сейчас Все Все Организовано Да Да И вчера Буквально Вчера Я разговаривал С несколькими Несколькими Зрителями Которые Выйдя из зала И в антракте Я встречал Говорят Что как здорово Что можно сесть И отвлечься От всего этого дела В театре Сел Выключился На какое-то время Никаких тебе телефонов Есть зрелище Есть театр И В наше Особенное Время Кажется Что идет Привычная Жизнь Обычная Да Да Я нахожу Подтверждением Мне было удивительно Поделюсь своими Детскими Впечатлениями Было удивительно Когда говорили Вот война Война А полные залы Театральные Народу И идут комедии И идут Они военные Мне было удивительно Как так Война Театр Такого быть не может Кто что доходит А вот как раз таки В это время Случается Ажиотаж Наплыв И людям это надо И людям это хочется Видеть С особенной силой С особенным удовольствием И так далее Поэтому я приглашаю Приходите И артисты Как-то мне кажется Мне кажется Более вдохновенно В нынешнем времени Существуют Нежели Стрепенулись Мне такое ощущение Может быть я конечно Что-то напридумываю Насочиняю Но Наверное Если насочиняю Совсем чуть-чуть Вот Значит Что касается Значит У нас возник Возникли Неожиданно Как Неожиданно Гастроли Нижегородского театра Вот они С первого по третье Буквально через Сколько там Десять дней С первого по третье Приедут К нам на гастроли Декабрь Декабря Декабря Милости просим Приходите Потому что Мне кажется Это очень Они у нас были Нижегородский Академический театр Академический театр Да Очень хороший театр Они у нас были Совсем недавно Год назад По-моему Да Не ошибаюсь я Вот И сейчас они привезут Замечательные работы Вот Брачный договор Это Израильская Израильский автор Очень Набор пьес Просто потрясающие Названия Значит Брачный договор Потом Женитьба А потом Бестолочь Мне кажется Сбывается Пророчество Слушайте Это какая-то Просто Картина жизни Картина жизни Да Такая шукочка В глаза И хронология Выстроилась И мы посмеялись Уже Над этим Вот Значит Первый, второй, третий Нижегородский театр Милости просим Приходите Потому что Это интересно Это Гастролеры Нижегородский 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 Наши соседи Это все комедии Это все комедии Но Женитьба Обозначена Как лирическая драма Потому что Она Жанр Жанр У Гоголя Конечно комедия Но вот Режиссер Вот тут написано В В аннотации В аннотации Да Поставил ее Как неожиданно Как лирическую драму Яркий спектакль Как лирическая Тонкая лирическая драма Вот Я просто вспоминаю Весеннее пророчество То ли министра культуры То ли кого-то Что сейчас у нас в театрах Будут востребованы Как раз комедии Как раз Вашим высказыванием О том Что люди Сейчас испытывают Особую потребность Театральных Особую Да Но комедия востребована Всегда Чего же там говорить Ну сейчас все-таки Да А сейчас особенно А вы сказали Неожиданно Гастроли Сложились То есть Не планировалось Не планировалось Я могу Вот Да Я могу Предысторию Я не знаю Наверное мы говорили И наши слушатели В курсе И вы тоже знаете Что существует Федеральная программа Которая называется Большие гастроли Так вот Нижегородский театр В рамках Больших гастролей Должен был Выступить В декабре месяце В Саранске Да В Мордовии В Мордовии Более жесткие Карантинные мероприятия Их там Не приняли Будем Вещи там Своими именами Называть И вот Спектакли готовы Некий форс-мажор возник Коллеги позвонили нам Мы с удовольствием Их примем Вот Не дам там В разговоре Кому повезло Нам повезло В Саранску не повезло Вот и все В общем В некотором смысле Можно сказать Спасибо коронавирусу За то Что Нижегородский театр К нам приезжает И кировчане Смогут увидеть его спектакль Значит В ближайшее время 28-29 ноября У нас состоится Премьера Спектакль под названием Тайна замка Ровинскрафт Такое название Значит Трудно запоминается Но мы все Вы уже выучили Мы это легко произносим Тайна замка Ровинскрафт Это Захар Пантелеев Это Захар Пантелеев Ставит Вместе с молодым художником Талантливым Очень художником У нас такое Небольшое приобретение Не знаю надолго ли Жизнь покажет Андрей Медведев И Захар Пантелеев Вот нам представят Вместе с артистами Детектив Иронический детектив Как они обозвали Вот Я сам еще не видел Краем уха Только слышу по трансляции Но мне кажется Складывается что-то Очень интересное Думаю что еще и красивое По пьесе американского драматурга Американского Да Американского драматурга Дона Нигра Он и не живущий Это очень Драматург очень Полдовитый Он за свои там 70 лет написал Что-то 700 пьес Если не больше Вот У нас такой в истории Один только есть Лопа де Вега Который Написал там Больше полутора тысяч пьес За свою жизнь Это короче говоря Догоняет Догоняет Да Значит Ну такой Очень крепкий драматург Очень такой Закручивает интриги И вот детектив Которого Такого жанра У нас давным Давно не было На сцене Тем более Иронический детектив Вот Рассказывает Это неблагодарное дело Детектив Но Понятное дело Убийство Раскрытие убийства Значит пять женщин Готический замок Готический замок В который Занесен снегом Никто выйти не может Пять женщин И значит Один мужчина Который Инспектор Который ведет Расследование Кто же из женщин Убил молодого человека О А вы сказали За любовь такая За интриговали За интриговали Вы сказали Молодой художник Какой-то Это Кировский Или это Он из Санкт-Петербурга Он закончил Года три назад Закончил Санкт-Петербург Академию Как он называется Академия Да Гитмик бывший А его Захар Как-то пригласил Нет Он сейчас в штате работает Это я его пригласил Я его нашел И он сейчас В нашем штате Работает Вот Пока заключен Договор на год С ним Там посмотрим То есть это первая Работа в качестве Нет Не первая Вот Не следите за театром Не приглашайте Гульдар Я за другую Он прекрасно Прекрасно сделал Судьбу человека У нас в начале года Этого На средней сцене То есть на самой сцене Зрители сидят Прекрасно А потом он сделал Вот маму со мной Мама Поганни Слуцки Была премьера Совершенно недавно Андрюша сделал И вот сейчас У него третья работа Уже в театре Вот этот детектив Тайна замка Равинскрофт В общем Всех приглашаем В ближайшие Фактически 28-29 То есть недели Я должна просто Выполнить Важную очень миссию Да и сказать Что возрастное Ограничение Спектакля Тайна замка Равинскрофт 16 плюс А вот мы говорили О спектаклях Нижегородского театра Да Академического Там Соответственно Брачный договор Женитьба 12 плюс А Бестолочь 16 плюс Все Роскомнадзор Может быть Спокоен Дальше что О новогодних программах Вы хотели еще поговорить Рассказать Значит Новогодние программы У нас С одной стороны Блещут Неожиданностью А с другой стороны В общем Довольно все изведано Значит Мы в этом году Решили для детей Сделать Такой Сказочный концерт С Дедом Морозом Снегурочкой Поскольку мы не можем Делать Традиционную Любимую Всеми Без которого Новый год состояться Не может У елки Хороводы У елки Фойе Да Фойе Мы не можем Это делать Надо сказать Что елка Будет стоять Мы нарядим Все равно Здание Фойе Но вот К сожалению Мы не сможем Хороводы Водить мы не можем Да И поэтому Мы частично И концерт И некое Действо С Дедом Морозом С Снегурочкой С сидящими В зале Детьми И их родителями Мы будем проводить Но это будет Форма Такая Сказочного концерта Где артисты С удовольствием Будут петь песни Рассказывать Сейчас я скажу Название Вот Значит Будет Значит Название такое Кабы не было зимы Вот что было бы Кабы не было зимы Ой Как хорошо бы было Я вам скажу Я вчера машину Отскребала Как бы было хорошо Я немножко дополню То что мы пригласили К участию Вот в этих программах Коллектив Который Ну Известный Знаменитый Кировский Школа классического танца Наталья Васильевна Заболотникова Они с удовольствием Согласились Поучаствовать И хореографические номера Будут От школы Классического танца Да Я правильно понимаю Там какая-то сюжетная история Сказочная Разворачивается Кабы не было зимы Вот вся сюжетная история Я слышала Это название То есть это как Какое-то все-таки Представление сказка Или Нет-нет-нет Это концерт Я же говорю Сказочный концерт Шесть плюс Возрастное ограничение Вот я смотрю И первое Если я не ошибаюсь Первое представление Будет 26 декабря Может быть я вот Пока-пока не имею И после Нового года В течение каникул Да Все каникулы будем И для взрослых будет программа И для взрослых программа Будет вечерняя программа Вот у нас Концертная деятельность такая Но концерты для взрослых Они Это традиционно пользуются Огромным успехом Кировчан Детский концерт Мы делаем впервые В нашей ситуации Коронавирусной Вместо елки Мы готовили сказку Я скажу Мы готовили к Новому году Сказку По счетчему По счетчему велению Да Но В силу разных обстоятельств Мы ее заморозили Выпуск ее Потому что Изначально была информация Что Нового года Вообще не будет То есть пока нет Пока не закрывает Нет не закрывает Поэтому сейчас Пока не закрывает Мы значит Готовим концерт А по счетчему велению Будет чуть позже Вот А и Взрослая программа Тоже концерт Действие у нас будет Происходить Этого концерта В аэропорту Иронию Иронию судьбы Подождите 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 То есть вы В театральном аэропорту В театре В театральном аэропорту Да Действие происходит В театральном аэропорту Так 31 декабря Вы с друзьями Входим в баню Да 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 Друзьями ходим в баню Да Потом летим в Петербург Потом летим Такое Новый год И такое переходное состояние Оно Что вот сейчас мы взлетим, мы куда-то перелетим, и все будет хорошо. И все будет классно, и все будет счастье. То есть все проблемы мы там оставим? Все останутся проблемы там. За несколько часов полета. Да, 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 да. Вот это ощущение хочется передать и вместе испытать. А название будет такое «снежность». Но две первые буквы, они большие. Большие, да. То есть «снежность». Какого числа у вас начнется? 24-го мы начнем. Накануне Рождества, получается, да? Католического, да. 16 плюс возрастное ограничение, то есть можно даже с детьми-подростками приходить. Подростками, да. Кабы не было зимы, «Снежность», «Тайна замка Ревенскрофт», гастроли Нижегородского академического театра «Драмы». Просто все плотненько. И все это за ноябрь-декабрь. Вот буквально за остаток ноября и начало декабря. Какие планы на следующий год? Или так далеко вы не загадываете пока? Мы загадываем еще дальше. Но тут вот я, честно говоря, жизнь научилась сильно не распространяться, поскольку есть такое, да, суеверие. Суеверие, да. Не загадывать. Не загадывать. Ну вот гроза у нас готовится, у нас перенеслась она на начало следующего года. Она такая, много уже мы про нее говорили, поэтому я с опасением так опять произношу, чтобы вышло, потому что по разным причинам все откладывается. У нас весь этот сезон с опасениями, с переносами, мы подготовим перенос. И, в общем, на самом деле мы и осторожничаем с Евгением Юрьевичем, потому что несколько раз объявлялись премьеры и мамы, и Надя, Наденька, Надежда. Все эти переносы, они очень выбивают. Вынуждены были откладываться по разным причинам. Да, конечно. И это сложно. И, на самом деле, в первую очередь тяжело артистам нашим. Ну, всему театру, всему составу театра, все переживают. Потому что четыре раза мы обозначали маму. Ну, роды с четвертого раза. Ну, вот так, чтобы совсем не говорить о планах на следующий сезон, ну, наверное, я с какой-то там, с большой долей вероятностью скажу, что мы участвуем в программе «Большие гастроли». То есть продолжится эта история. Мы заявились на Смоленск и на Саранск. Подтверждение есть. Посмотрим, как там дальше события будут развиваться. Вынужден просто оговариваться. Так, мы заявились на Смоленск и на Саранск. Это значит, что это? Мы туда поедем. Да, они сюда. Мы к ним. Вот с Евгением Юрьевичем недавно получили приглашение на очень серьезный, интересный фестиваль старейших театров России. Мы, если вот вынуждены говорить, если все ничего, то мы обязательно поедем, примем участие. Вот, ну, и много интересных вещей, которые вот не только за пределами театра. Сейчас мы говорим о какой-то гастрольной деятельности. И внутри мы планируем много интересных вещей. Вот тут с какой-то большой долей осторожностью говорим. Нет, мы будем это все делать. Как ситуация будет развиваться? Посмотрим. Сейчас театры готовятся к ювелире Достоевского. В следующем году у вас нет планов? Достоевского нет. Вообще, а насколько это сейчас уместно, да, этот вопрос задавать? Но помнится, говорилось ведь о том, что в драматическом театре будут большие благоустроительные работы в пределе юбилея города. Что-то по этому вопросу вообще сейчас движется как-то? Или все затормозилось, застопорилось? Нет, ну, безусловно, нет, ничего не застопорилось. Сегодня мы работаем над изготовлением проектно-смертной документации. У нас заключен договор на проведение этих работ. Не без сложности, потому что, ну, так, объективно, у нас подрядчик находится в Москве, и на какой-то период по указу Собянина вообще прекращалась работа, останавливалась, поскольку учреждения не работали, и все были выведены на домашний, так сказать, вот, ну, дистанционно сколько-то работали. Но обследовать и принимать какие-то конструктивные технические решения без присутствия в здании в нашем, это невозможно, просто невозможно. Я уж так не буду глубоко там заходить в эти технические вопросы, но люди приезжали, мы 10 скважин сделали, мягко говоря, для того, чтобы изучить там состояние фундамента, стен, там, перекрытия и так далее. Эта работа, она такая, достаточно сложная и рукастая, потому что по бумажке, по плану, допустим, там, помещения не поймешь, в каком состоянии находится конструкция, скажем. Вот, но сегодня мы работаем, по ходу возникают некоторые моменты, которые, ну, к сожалению, там, на начальном этапе написания технического задания не были учтены, к сожалению. В частности, изготовление специальных технических условий, эти условия касаются противопожарных мероприятий и так далее. Мы сегодня заключили, там, вчера заключили контракт на проведение и этих работ, поэтому, если вот так говорить, мы немножко, может быть, конечно, и сроков выбьемся, но по-честному. Но моя, по крайней мере, одна из основных задач, это все-таки проектно-сметную документацию сделать. — В каком сроку? — В этом году. — В этом году. Ну, в смысле, вот в 20-м или в 21-м? — Ну, объективно сделать мы ее можем. Я просто, вот то, что называется сроки. — Есть ли смысл торопиться? — Вот смотрите, ну, есть правила игры. — Понятно. — Есть там работы, которые могут выполнены, быть до конца года, но есть вопрос согласования в экспертизе. Да, мы все взрослые люди, мы понимаем, что это не решается, там, за один-два дня. — Конечно. — И прохождение экспертизы, без нее мы дальше просто не двинемся, это может занять какое-то время. Вот, собственно говоря, вот мы тут немножко страхуемся и говорим, что прохождение экспертизы утянет, я думаю, 21-й год. Ну, надеемся, недалеко, но утянет, скорее всего. — Так, и после того, как все разрешительные документы будут готовы, работы практически сразу же могут начинаться, если получится. — Ну, по большому счету, да, с выделением средств, конечно. Мы на это очень надеемся и рассчитываем. — Андрей Скальный и Евгений Ланцов в нашей студии. Мы сейчас сделаем перерыв на полтора минуты на рекламу и вернемся, и будем, наверное, уже разыгрывать призы. Культ поход. — Программа «Культ поход» продолжается. 11.32, и мы начинаем разыгрывать призы. А что у нас сегодня есть? Ну, конечно же, пригласительный в Кировский драматический театр на спектакль, на премьерный спектакль «Тайна замка Ревенскрофт». Ограничение 16+, 28 ноября, 17 часов. — Да, также у нас есть пригласительный в Авиатскую филармонию 29 ноября в 11.00. Музыкальная сказка «Щелкунчик». Возрастное ограничение 6+. — Два билета на любой фильм и сеанс кинотеатр «Дружба». Спасибо большое нашим коллегам, да, партнерам Сотружества кинотеатров «Смена и дружба». — Ну и, конечно же, книги от магазина «Читай город». Евгений Бабушкин «Пьяные птицы, веселые волки». Книга состоит из сказок, пьес, притч, азбука о современных людях, чудаковатых, потерянных, одиноких, о каждом из нас. 18+. — Детективная, кстати говоря, история следующая. «Любовь Барина» и «Ева» — это роман о похищении трёхлетней девочки и о том, что добро побеждает зло. Я сокращу всё-таки. 16+. — Ирина Фуфаева «Как называются женщины? Феминитивы. История. Устройство. Конкуренция». До сих пор эта книга не разыграна. — Удивительная история, да. — Это научно-популярная книга, отличающаяся профессиональным подходом о феминитивах, словах с показателем женскости. 12+. — Ну и Андрей Беловешкин «Что и когда есть? Как найти золотую середину между голодом и перееданием?» 12 правил по режиму питания, 12 правил по выбору продуктов. 12 плюс возрастное ограничение, как неудивительно. — Да, напоминаем, что эти и другие книги можно купить в магазинах «Читай город» по адресам «Преображенская» 65, Торговый центр «Театро» и «Ленина» 103А, Торговый центр «Крым». — Да, «Читай город» тоже большое спасибо за то, что снабжает нас отличными совершенно книгами. Ну, теперь возвращаемся к нашим гостям. Евгений Ланцов, Андрей Скальный. Вопросы? — Значит, я всё-таки не могу отделаться от Нового года, потому что у нас всё началось в преддверии Нового года, поэтому мой первый вопрос, я думаю, что и следующий, это связано с этим праздником, горячо мною любимым. У нас Дед Мороз, а у них, как называется этот дяденька, дедушка? — А у них это где? — Ну, в Европе, в Америке. — В Европе, в Америке. Как называется в Европе и Америке Дед Мороз? — Давайте конкретизируем всё-таки в разных странах по-разному. — А мы сейчас будем опущены варианты называть. — Чем больше назовут, да? — 211-101. — Тем больше книжечек получится. — 211-101, как называется, Дед Мороз. Дед Мороз. — Уже есть звонок. — Добрый день. — Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. — Светлана. — Да, Светлана. О, сейчас, я думаю, мы услышим множество вариантов. — Ну, я думаю, упади в Санта-Клаус. — Отлично. А ещё знаете какие-нибудь? — А нет, я вот это только знаю по фильмам. — Ну, отлично. Этого достаточно. — Этого хватит? — Хватит, хватит. — Хватит, говорит Евгений. — Светлана, какой приз вы хотели бы забрать? — Дружба. — А, билеты в кинотеатр «Дружба». Пригласите. — Да, да, конечно. — Светлана, билетики за вами, я оставлю их вам. Спасибо. — Спасибо. До свидания. — До свидания. — Всего доброго. Так, следующий вопрос. — Андрей Борисович. — Ну, мы уже сегодня говорили о вопросах реконструкции нашего театра, да, предполагаемой. У меня вопрос простой. Сколько вот лет нашему зданию? — Отличный вопрос. — Вот современному зданию? — Современному зданию, да. — Кировского драматического театра. — Сколько лет? — 211, 101. Я думаю, что никто, наверное, не помнит, но сейчас... А мы будем варианты давать? — Нет. — Не будем пока. — Ну, давайте поугадываем. — Мне кажется, не так много, на самом деле. — Давайте поугадываем. — Ну, подождём, если... — Ну, если никто... — Если никто... — Если никто не будет, да, отвечать нам правильно. — Мы тогда дадим варианты. — Что, ещё вопрос? — Нет, пока ждём, пока ждём, пока ждём, пока мы ждём. А вот есть уже, да, желающие ответить? — Есть уже. — Добрый день. — Вот как щёлкают, как колюшки. — Здравствуйте. — Алло, здравствуйте. — Как вас зовут? — Михаил. — Ну, давайте, Михаил. Вы угадывать будете или вы знаете сразу же? — Ну, я подглядел. — А, понятно, так. — Итак, сколько? — 1878 года. — Здания нет, это ошиблись. — Я, может быть, не очень правильно сформулировал. Вот я имею в виду нынешнее здание каменное. — То есть не сколько лет театру? — Зданию. — А, сколько лет здания? — Сколько лет здания. — Зданию театра. — Ну, тогда давайте будем угадывать. — Может быть, дадим варианты ответов тогда, чтобы... — Нет, ну подождите, давайте мы сначала попробуем угадать, а потом уже будем смотреть с вариантами. — Хорошо. — Так, Михаил, ну давайте там, приблизительно. — Я думаю, что 30 какой-то, наверное, третий год. — Не ошибка. — Да, это сколько? Попыток сколько будет? — Две. Две дадим. — Мне 33-й. Позже ведь, да? — Позже. — Позже. Более новое здание все-таки. — Тогда, даже не знаю, тогда 50-й какой-то год. — Перелет. — Ага. — Увы, Михаил, увы, следующий наш слушатель, продолжим гадать, сколько лет зданию Кировского драматического театра, еще раз, не театру, а зданию, тому зданию, который сейчас вот это с колоннами, белая. — 1870-й год, это день рождения театра, год и день рождения театра. — Театра. — Самого театра. Было построено деревянное здание, где стоит фонтан сейчас, на этом месте стояло деревянное здание, на 200, по-моему, мест, а потом оно было снесено и было построено вот это здание. — И у нас уже есть звонок. — Добрый день. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Как вас зовут? — Александр. — Ну, давайте, Александр. А вы, кстати, правильно ответите? — Насколько я знаю, данное здание начали строить в начале 40-х годов. — То есть до войны? — Нет. — В начале 40-х год какой? 41-й? Нет, это перелет опять. — Серьезно? — Давайте попробуем второй попытку. — 39-й. — Вот это правильно. — Верный прямо ответ. Сразу угадал. — Ну, я не знаю. Давайте зачтем тогда правильный ответ, потому что в прошлом году нашему зданию исполнилось 80 лет. — Я думаю, можно зачтить правильный ответ. — Первый спектакль был сыгран 4 ноября 1939 года. — То есть уже к 1939 году здание было построено? — В 1939 году, 4 ноября был первый спектакль. — А строить когда начали, тоже в 1939? — Два года было устроили. В 1937-м начали. — Отлично. Александр, какой приз вы хотели бы? — Книжка про еду. — Книжку про еду. Андрей Беловешкин вам достается. Что и когда есть, как найти золотую середину между голодом и перееданием? — Какой нескучный вопрос. — Вопрос вообще, между прочим, вызвал очень много дополнительных вопросов и желания погрузиться в историю строительства, потому что я почему-то была уверена, что все-таки здание строили после войны. — Нет. — Дополучая. — А как же его сбили? — В 1934 году, 1 декабря, был убит Сергей Миронович Киров. — Так. — Буквально сразу же было... — Так, я прошу прощения, у нас вот эхо какое-то идет. Мы... Александра отпустили ведь уже? — Нет еще. — А, Александр, книжка вам достается. Спасибо большое вам за правильный ответ. Приходите к нам в редакцию, да. Давайте мы, Александр, отпустим. — Был убит Сергей Миронович Киров, значит, как вот по истории, по некоторым данным, ближайший друг Фестроновича Сталина, кроме того, что коллега, но еще и друг. И он, в общем, был назван город Кировым как раз после убийства, и было принято решение построить, вот увековечить, построить театр. В городе Вятка и Кирове вот построено, было специальным постановлением, было постановление там Политбюро построить театр и назвать его именем. — И имени Сергея Мироновича Кирова. — Ну, отлично. — Еще у нас есть какой-то слушатель? Нет? Нет слушателя? — У нас пока нет вопроса, поэтому, Евгений Юрьевич, следующий вопрос. — Значит, сто лет назад все празднества, значит, когда у нас случилась революция октябрьская, все праздники относительно Нового года, в том числе и елки, были отменены. И через некоторое время обратно вернули празднование Нового года и елку, и детские утренники и так далее. В каком году это было? Возвращение? — В каком году? В Советском тогда, получается, Союзе, вернули Новый год? Праздничные именно мероприятия новогодние. — Мне кажется, надо дать варианты ответа. Такой же вопрос, который... — Ну, варианты. 50-й год, значит, 60-й год, 30-й год. Вот три варианта. — Отлично. У нас есть звонок. — 30-й, 50-й, 60-й год. — Здравствуйте. — Добрый день. — Здравствуйте. Я вообще-то хотела ответить в елкуке, как еще называются Деды Морозы. — Ого. Так. — Ну, а насчет этого вопроса. Думаю, что 50-е. — Это перелет, я так понимаю. — Перелет. А вспомните, ведь довоенные фотографии наверняка у вас в ваших родителях. — А, ну, когда 30-е. — Ну, 30-е. А конкретный год какой? В 30-е. — Может быть, 25-й? — Ой, в 30-е. — Ну, 30-е же, как 25-е и 30-е. — В 35-е. — Ну, это совсем уже все рядышко. В 36-м году. — Отлично. Я думаю, мы зачтем. — Зачтем. — Ну, ладно, все. Последнему нашему звонящему повезло. — Да. А скажите, пожалуйста, как вас зовут? — Светлана. — Светлана. Светлана, какой приз вы выбираете? — Филармония. — Так, щелкунчик вам достается. — Да. — Щелкунчик вам достается. — Хорошо. Белеськи у нас. Пожалуйста, трубочку сейчас, ну, можно положить, наверное, да, после эфира. Я вам позвоню и расскажу. Я напоминаю, что мы ведь билеты разыгрываем на премьерный спектакль «Тайна замка» Реверс Крофт. — А про это все забыли. — На 28 ноября на 17 часов. Есть еще у нас минута. — Я бы прорекламировал щелкунчика на всякий случай, да? — Как? — Очень просто. На самом деле, я считаю, что одним из главных действующих лиц вот этого филармонического концерта, помимо, конечно, симфонического оркестра, является заслуженный артист России, наш артист Никита Викторович Третьяков. Так что мы тут принимаем непосредственно участие и в этой истории. — То есть драматический театр и филармония в этом смысле? — Никита Викторович читает щелкунчика в сопровождении Вятского симфонического оркестра имени Раевского. Это такой совместный проект драматического театра и филармонии. — Хорошо. Очень замечательно, что вот такая, ну, симбиоз такой, что солидарность, я всегда... — Дружба, что за симбиоз? — Билогизаторский. — Да, простите. — Дружба. — Дружба, да, и филармонии, и драматического театра. У нас, на самом деле, вот время наше близится к завершению. — Ещё не вопрос. — Билеты. — Нет, нет, уже всё, к сожалению. Билеты на спектакль «Тайна замка Ревенскрофт» у нас остаются. Я напоминаю, что после 12 часов, второй час культпохода, и мы продолжим их разыгрывать. И у меня даже вопросы есть про автора, про автора этой пьесы. Вот. Спасибо большое нашим гостям. Евгений Ланцов, художественный руководитель Кировского драматического театра. Андрей Скальный, директор Кировского драматического театра. И всех зрителей ещё раз мы приглашаем в театр, потому что театры работают, и скоро Новый год. — Да, мы ждём. Мы ждём. — Приходите, не пожалеете. — Первый час культпохода пока завершается. — До свидания. — До свидания. — Спасибо. — Культпоход. — Культпоход.